На улице Спасской рядом с КПП танковое училище состоялось торжественное открытие монументов в память о героях-выпускниках. Имена героев, высеченные в граните, красные звезды и бронзовый солдат. Монументы открыли в честь столетия прославленного учреждения. Среди гостей мероприятия нашлись настоящие бриллианты советской армии. Один из них, полковник Александр Стержантов, с гордостью поделился своими впечатлениями о событии. Я заканчиваю это училище, Ульяновское, и, конечно, для меня многое значит. Здесь воспитывали меня, мой характер, мой стержень, который помогал мне по жизни идти. А люди, которые на этой стеле отдали жизнь за то, чтобы мы здесь все жили. До преобразования в 1991 году, когда танковое сменило свою направленность, учебное заведение было настоящей гордостью страны. Из его стен вышли блестящие военные, запечатленные в истории. На самом деле послужной список знаменитого танкового намного богаче, чем кажется. Среди выпускников 93 героя Советского Союза, 2 героя социалистического труда, 6 героев Российской Федерации, а также более 160 генералов и маршалов. Это здание 145 лет выпускало защитников Отечества. Это было Кадетское училище, это 100 лет танковое училище и продолжение сейчас Суворовское училище. За эти 145 лет участники и русско-турецкой войны, и 905-904 годов, это и гражданка, и честная война. Открытие монумента не обошлось без возложения цветов павшим героям. Марш, красные гвоздики и минуты молчания. Не только мемориалом в этом году увековечили память великих танкистов. Почта России тоже решила поучаствовать в подготовке к празднованию столетия Ульянского Гвардейского высшего танкового училища. Ограниченным тиражом выпущено 200 тысяч художественных конвертов и создан специальный штемпель. Также в обороте появились марки с изображением нашего легендарного учебного заведения. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.